Вечер добрый. Давайте так, я сделаю сейчас саундчек, потому что с одной стороны я только что прилетел из Киева. Я привез вам подарки в виде собственного насморка, поэтому я себя едва слышу. Я надеюсь, вы не против. Плюс я потяну время пока. Расскажите, как прошлая конференция? Вам понравилось? Плюс, чего хотелось бы больше? Чего? Отлично, нам нужна форма фидбэка, потому что я вас едва слышу. Хорошо. Собственно, в чем цель нашей прекрасной сессии? Зачем мы ее решили устроить? Смысл состоит в том, что мы все как инженеры, либо те, кто занимается продуктом, нам интересно понять, кто о чем думает, кто о чем дышит. Продуктам интересно достучаться до инженеров, рассказать свое видение, описать его, зажечь в нем, зажечь в вас это желание работать с каким-то решением. Инженерам важно дать продуктам возможность понять то, что хочется иногда экспериментировать с технологиями. Следовательно, для этого мы сегодня позвали трех весьма весомых в нашей индустрии людей, которые поделились своим опытом. Они были инженерами, они являются… Некоторые из них занимают должность в СТО. Например, Рома Бугаев, если можно тебя на сцену. Рома Бугаев, СТО Flow. И также я хотел бы позвать Сергея Борисюк, СТО и кофаундер PandaDoc. И у нас есть человек, который может нам сказать немного с другой стороны, с точки зрения именно продукта сегодня. Виктор Яковлев, Продукт Киномо. Я немного подвинусь в сторонку, чтобы не оттенять собственным присутствием важность наших гостей. Поэтому, каковы правила? Правило, в общем, одно. Мы, с одной стороны, постарались набросать небольшой сценарий того, как мы хотели бы выстраивать беседу, но мы собрались исключительно для того, чтобы ответить на ваши вопросы здесь. Поэтому не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте их, давайте делать это интерактивно и для того, чтобы после этой встречи у нас появилось больше контактов с людьми, которые интересно, обладают мнением, которое вам важно. При этом осталось немного меньше вопросов, не отвеченных. Ну что, готовы? Поехали? Ну? Спасибо. Кстати, я чуть не забыл. Там стоит мой коллега, прекрасный человек, который мне будет помогать сегодня. Кирилл? Да, да, совершенно верно. Вот. И, пожалуй, у тебя есть, кстати, список с вопросами? Нет? Паша, здравствуй. Вот, собственно, мы будем в таком слегка шлифом формате разговаривать на серьезные темы. Надеюсь, вы подключитесь. Вдруг у кого-то есть вопросы с зала сразу? А сейчас? Давай, нормально, не стесняйся. О каких профессиональных решениях вы сожалеете? Вот какой-то один случай, которым можно было бы поделиться с людьми, чтобы они избежали таких ошибок? Ну, у каждого по-любому есть поворот не туда. И тут вопрос, наверное, рефлексировать на эту тему или не рефлексировать, потому что он уже состоялся и все. Ну, наверное, профессионально-непрофессионально, я просто в свое время постеснялся рвануть куда-то дальше в образовании. И остался в Минске. Ну вот все. Сергей? Да, мне кажется, их копится за всю жизнь очень много, но они все одинаковые. Это затягивание принятия решений. И очень часто в увольнениях. То есть если хочется увольнять, чувствую, что нужно увольнять, нужно увольнять сразу. Это классическое, ну, то есть когда ты дорастаешь до какого-то менеджерского уровня и что-то ёкает, и кажется, что еще нужно дать шанс, еще нужно дать шанс. И никогда это не работает, и это, короче, разворачивается в совершенно ненужную трату времени для обоих сторон. Это увольнение и затягивание принятия решений всех, особенно самых сложных. Кстати, а возникало у кого-нибудь желание, вот когда вы решили то, что нужно всех уволить? Вот абсолютно. Но в первую очередь себя. Был такой момент? Отлично. Я хотел бы удалиться сейчас просто, но нет. Хорошо. А был ли случай, вот, то, что принятие решений, о которых вы сожалеете, но, допустим, с точки зрения не работы с людьми, но скорее с выбора технологии, допустим, либо вы отдали на откуп кому-то желание побежать за модной технологией, принести ее в вашу работу, в ваш проект, в ваш продукт, и о чем вы в итоге сожалели? Когда вы, не знаю, делегировали, либо сами приняли это решение. Был ли у вас такой случай? И как возможно избежать его? Наверное, технологии, они, как правило, самое безопасное, что есть в нашей… То есть обычно все от людей, от процессов, продуктовые решения, как правило, намного более сильно бьют по бизнесу, чем неправильное принятие решений технически. И тем более сейчас, когда технологии можно легко менять и при правильной архитектуре такие решения даются легко. А вот продуктовые решения очень сложно изменить. Поэтому, наверное, про технологии скорее нет, а вот продуктовые, наверное, лучше мои коллеги скажут. Самое страшное, наверное, при принятии решений, это действительно взяться не… Не то, что довериться не тому человеку и выбрать действительно не ту технологию, потому что в железе, например, это реально жесть, когда ты выбираешь какое-то решение, с которым тебе нужно идти два года, три года, оно не меняется, и ты просто… Оно тебя тянет на дно. И в софте тоже такое есть. Когда вы слушаете разработчика, который предлагает вам какую-то совершенно новую, отличную технологию, которая вот-вот появилась, у них только бета, но она дотянется, все будет отлично, а потом ты бегаешь, ищешь людей, которые разбираются этой технологией, и их нету, он был последний, ну и все. Вот это жесть. Да, я, наверное, тут соглашусь. И были ли такие случаи в моей жизни? Да, конечно, были. Сожалею я о них или нет? Нет, конечно. Научились. Научились, что так больше выбирать нельзя, что нужно думать о стратегии, что нужно думать о инженерной стратегии, как компания развивается, это все выровнять, и следующее решение уже совершенно по-другому принимались. Поэтому вообще все ошибки, вот это отсылает нас к предыдущему вопросу, были какие-то решения, которых сожалеешь. Все ошибки мы, по крайней мере, в компании PandoDoc рассматриваем как опыт, потому что на протяжении этих 7 лет этих ошибок у нас было миллиард. И мы называем это самым дорогим образованием, которое мы могли себе в принципе позволить. Потому что сколько денег мы потратили в самом начале, это тема отдельного разговора. Вот поэтому, да, но их не надо бояться. Просто нужно экспериментировать, ставить какие-то, я не знаю, себе рамки, в которых ты экспериментируешь, если это получается классно, а если нет, дичь и двинуться дальше. Превосходно. Кстати, есть небольшой вопрос. Есть ли кто-нибудь в зале, кто занимается железом профессионально? То есть у нас это мобильная конференция, но все же. Ну, в плане железа это не вот платы попрограммировать. Нет? Жаль. Опыт этих людей крайне интересен, потому что действительно, как правильно заметил Витя, вы должны выстраивать реализацию на несколько лет вперед, задумываться об этом. Да, но при этом стоит заметить, что опять же при выборе даже софтвертной технологии вы все равно выстраиваете что-то на несколько лет вперед для того, чтобы это стало базой для вашего решения и продукта. И я таким образом подвожу к нашему следующему вопросу. Должны ли разработчики в себе совмещать несколько видений? Вопрос в контексте того, что мы все любим писать код, мы все любим хорошие, яркие архитектуры, собственные велосипеды, которым можно похвастаться друзьям, коллегам, но при этом важно ли инженеру понимать, что такое продукт, как с ним работать и как работать с людьми, которые как минимум создают гипотезы, формулируют их и как их проверять? Я могу начать. Я думаю, да, это важно, потому что очень редко требования прописаны настолько детально, чтобы их просто можно было транслировать в код. И программист на самом деле принимает каждый день сотни маленьких продуктовых решений. И, соответственно, если он не будет в контексте задач, то вряд ли он их примет правильно. При этом я скажу так, что очень сложно совмещать эти роли. И особенно если это женский продукт, а ты мужчина, то придумывать новые фичи или придумывать грамотные продуктовые решения не очень сложно. И, соответственно, здесь скорее ты просто должен понимать общий принцип менять решений, то есть какие-то метрики встраивать, какие-то продуктовые техники использовать. Я, честно говоря, не знаю, как по-другому. Это обязательно. Без этого вообще в принципе невозможно. Если человек только пишет код, ну, не знаю, наверное, так работает, но не работает в продукте. У нас все разработчики точно участвуют во всех фичах. Более того, это доведено до экстремального уровня, когда в некоторых командах они фичи-оунеры. То есть они драйвают какие-то отдельные там функциональности. Вот работают с продукт-менеджерами, работают с дизайнерами, и они являются еще немножко и проект-менеджером. Почему это важно? Мне кажется, часто разработчиков недооценивают. Дооценивают в том плане, что они не могут предложить, не знаю, дизайнерское какое-то решение и так далее. Но у разработчиков есть одна такая очень хорошая черта. Они очень логически мыслят. И часто мыслят… Вернее, эта мысль позволяет им разложить вот эту всю идею на относительно небольшие части и описать план, как ее реализовывать. Вот это очень-очень полезно. Когда дизайнер приходит, и у него просто в голове вот эта вот картина общая, либо продукт, то вот разработчик, он помогает ее разложить на отдельные какие-то такие части составные. И из них прекрасные project-менеджеры, получается, и feature-owner, которые драйвают эти вещи. Поэтому у нас так, не понимаю, как по-другому. И если вы еще это не делаете, всегда думайте о бизнесе, всегда думайте о том, что вы делаете, как вы делаете, и всегда задавайте вопросом, а не плохую вещь я делаю, и почему я делаю именно так. И идите к своему продукт-менеджеру и спрашивайте. Я думаю, что каждый разработчик должен уметь задавать вопросы, почему мы делаем то или иное. И как правильно сказали уже, при принятии, вот есть какой-то непокрытый требованиями, какой-то кусочек, и нужно понимать, в какую сторону рвануть. Если с каждым вопросом бегать к feature-ownerу, или к product-ownerу, или к бизнес-аналитику, все с ума сойдут. А если ты будешь понимать, по каким принципам действует продукт, какие принципы у него заложены, например, что мы стараемся упрощать функциональ пользователя, что ему нужно давать меньше контролов и так далее. И когда в следующий раз разработчик понимает, что у него есть выбор, или сделать три контрола, или один, он принимает очевидный выбор. Мы делаем один контрол. Ну, по крайней мере, если никто в доступе нет, он может принять это правильное решение. И все. Я думаю, что это критично. А еще важно. Я тут недавно слышал один пример из букинга, когда один паренек пришел продуктом в команду к букингу. Там очень много команд. И он начал сразу говорить, да давайте вот эти проверим, давайте вот это. А команда говорит, а мы это уже проверяли, вот это проверяли, вот это проверяли. И он начал задумываться, о чем я вообще полезен этой команде. И вот этот коллективный ум, он реально задавил его с точки зрения экспертизы. Он потом нашел способ применения себе. Но вот этот вот, я бы безумно хотел работать в такой команде, где все знают, как работать коллективно продуктом. Превосходно. Еще добавлю, что есть еще обратная сторона. Это в том числе людей мотивирует, потому что они чувствуют себя частью команды, которая принимает в общем решение. Если те его спускают, мотивация сводится к тому, что ну я сделал, ты у него схазал, ну я этого и сделал. А когда ты часть решения, ну тогда все совершенно другое. Динамика другая совершенно. Превосходно. В том числе. Я хотел такой знак момент. На самом деле да, очень классно, что вы такого мнения о роли разработчика в продукте. Но разработчики довольно часто имеют такое свойство перфекционизма. Они там любят, чтобы сделать, чтобы все было идеально, глубоко закопаться, там все кейсы, и прочего-прочего. И реализация какой-то фичи может просто уйти в бесконечное какое-то его путешествие по одному этому месту. Как вы такое пытаетесь предотвращать или как с такими людьми работать? Вот как раз то понимание продукта и позволяет ему уйти от этого перфекционизма. Если ты говоришь, окей, мы реализуем эту фичу, но мы тогда реализуемся через три месяца, например. А если мы будем реализовывать его в более упрощенном виде, например, не как вот это идеально, мы выпустимся через две недели, поймем, что мы правильно делаем или нет, и потом, возможно, разовьемся. А может и не разовьемся в эту сторону. И все, это позволяет гораздо быстрее. То есть ты готов три месяца работать, и твой перфекционизм может быть, например, выкинут, потому что эта фича, например, не востребована. Нам нужно, например, быстрое прототипирование для чего-то. Я видел не один продукт, который был похоронен именно этим перфекционизмом, желанием что-то сделать идеально. А продуктовый нужно, ну, time to market, я думаю, что это, если есть в голове это у людей, то я думаю, что все отлично. И это будет помогать работать с перфекционизмом. Да, согласен. Но тут важно задать какие-то рамки, в том числе и помогать им, потому что, очевидно, ты не то, что сбрасываешь какую-то задачу, и девелоперы там сами пошли придумать что-то. С ними работает и дизайнер, с ними работает продукт-менеджер с точки зрения продукта и проблематики. Вот, и есть какие-то все-таки сроки. И что происходит вот в этой маленькой команде, они решают, как реализовать, вот, вернее, даже не реализовать, а решить эту проблему за вот этот срок вот с такими-то подходами. Вот так примерно и получается. И начинают случаться интересные вещи, когда эти разработчики приходят и говорят, слушай, если нам тут нужно зарелизиться вот тогда, тогда давай, может быть, отрежем мы вот это, вот это, вот это, а сделаем только вот это, а потом, да, мы будем знать, что мы следующими этапами делаем вот эту функциональность, но я вот это разработаю так, и это можно будет расширить. Вот такие вещи происходят, если правильно их вовлечь в этот процесс. Мы еще в начале пути, но я верю, что это тот путь, по которому стоит двигаться. Но еще здесь стоит понимать, ну, точнее, если показывать разработчикам, что многие фиши умирают после того, как они встречаются с конечным пользователем, они будут меньше тратить время, потому что, как это сказать, если ты очень много энергии потратил на фичу, то намного более жалко, если она умирает, да, соответственно, просто постоянное сталкивание разработчиков с конечными пользователями дает необходимую обратную связь, которая позволяет справляться с таким перфекционизмом. Ну, или это, да. Ну, вот смотрите, это хорошо. Понимание, видение продукта разработчикам прекрасно. Мы достигли этого, у нас люди начинают в эту сторону смотреть, особенно те, кто работает в продуктах. Но все равно это немного отдалено и, возможно, нет полного ощущения, потому что мы знаем, что такое продукт, но мы не знаем все равно, что такое пользователь, инженер. Он видит определенную анонимную, анонимизированные данные в аналитике, то, что, да, что-то пользуется успехом, что-то растет. Но, зал, кстати, кто из вас знаком с такой фразой, как кастомер интервью? Поднимите руки, не стесняйтесь. Хорошо. А кто участвовал в такой вещи? Вот. В общем, это крайне важный аспект, и я хотел бы вас спросить. То есть, вовлеченность команды в планирование, в дизайн, фич в продукте, это превосходно. но притягиваете ли вы, как это сказать, просите ли вы своих инженеров участвовать в кастомер интервью и, допустим, в публичных демо, опять же, для людей, которые не работают в вашей компании, а в ваших потенциальных клиентов либо уже существующих? Скорее не просим, но у нас B2C проект, и им пользуется очень много пользовательниц в мире, поэтому разработчики, как правило, приносят идеи от своих жен, сестер, матерей, не знаю, кто еще пользуется нашим приложением, но в принципе в каком-то виде они сталкиваются с конечным пользователем каждый день. Но я бы не сказал, что у нас это как-то поставлено на поток, и, наверное, пока… Но это хорошая идея в любом случае, да. Мне кажется, ее довольно сложно скейлить. Как у нас это происходит, расскажу. Наши все разработчики участвуют на уровне проблематики. Когда мы что-то запускаем, они понимают проблему и они понимают, что мы делаем, для чего мы делаем. Как только продукт начинает заниматься проблематикой, все интервью, которые мы делаем, мы постим в Slack с summary неким. И это в основном каналы команд, которые вот занимаются этой продуктовой линейкой. Они это все читают. Как правило, читают, потому что это просто интересно. Я поговорил с таким-то пользователем, он пользуется там PandaDock вот так вот так, ему не хватает вот этого, у него такой фидбэк. Часто мы постим видео. Для некоторых частей продукта мы собираем через FullStory, мы собираем полностью все, весь flow, как пользователь пользуется, и это прекрасно мотивирует. Потому что когда стыдно смотреть на то, что ты разработал, очень хорошо поднимается мотивация как бы делать дальше, ибо когда он не понимает, как ее там перетянуть, или там три минуты пытается что-то сделать, и у него улучшается, начинает формироваться customer centricity у тебя в голове, понимание, ну, пользователей, что, блин, да я это сделал, надо что-то с этим делать. Вот поэтому мы вот на таком этапе вовлекаем прям во все юзер интервью. Я думаю, что это скейлится плохо, потому что все-таки разработчики должны разрабатывать систему, но очевидно вот на этом уровне проблематики и некоторых там некоторых видео и так далее они это смотрят. У нас был один очень интересный кейс, когда к нам приехал представитель рынка с Азии, и он, вот мы собрали всех разработчиков, ну не всех, но там кто-то там пришел, человек 20, наверное, и это был долгий спич от этого человека, и после этого команда просто бурлила идеями, бурлила каким-то и до сих пор какие-то отголоски, что вот когда ты обсуждаешь какую-то идею, он говорит, вот этот человек говорил вот это. Это очень здорово. Это первый момент. Второй момент, самый лучший кастомер интервью, на мой взгляд, который отрезвляет, как сказал Сергей, это жесткий суппортный тикет, на котором сидят разработчики, сидят саппорт инженеры, сидят тестировщики, которые разбирают его в течение длительного времени, и в этот момент пользователь онлайн, с ним разговариваешь, с ним пытаешься выяснить, как он им пользуется, что он делает, и вот это лучше все отрезвляет, потому что ну вот просто вот как-то через беду познаешь все. Да. Это прекрасно. Спасибо. Кстати, может у зала есть вопросы? У меня немного флешбек насчет вовлеченности команды в планирование. Вот как этот процесс построен, немного хочу спросить поглубже. То есть сразу есть бизнес рекуайрменты, потом от них формируется, ну это немного лирика такая, зачастую, потом функционал рекуайрменты, и эти функционал рекуайрменты декомпозируются в уже конкретные таски. И на моменте планирования функционал рекуайрментов получается уже какая-то немного архитектура какого-то определенного решения. В эту архитектуру и функционал рекуайрменты вовлечен только тем лид и какие-то высшие технари, кто способен хорошо спроектировать. Либо все девелоперы принимают в этом участие на основании бизнес рекуайрментов, либо просто девелоперам просто объясняют, почему мы сделали такие таски для тебя. Спасибо. На мой взгляд, это зависит от размера команды и подходов каких-то. Но если команда небольшая, то мы просто делаем кик-офф, где мы рассказываем то, что нам… о проблеме, о вижене, что нам нужно на самом деле. И в этот момент все начинают уже как бы продумывать какие-то идеи, архитектуру, что-то предлагать, набрасывать, что нам понадобится для этого. И в процессе этого постепенно… Следующий уровень – это когда идет презентация вижена, потом идет презентация о команде уже бизнес-анализа какого-то уровня. И все. И после этого уже есть понимание, что, зачем мы делаем. Ну, так многослойный пирог. Все как-то так. Ну, причем все знают, что, для чего и почему. Ничего не скрывается. Ну, тут мне кажется, что, ну, опять же, у нас любой инженер может подойти к любому человеку, к продукту, к SEO и задать вопросы. Почему мы это делаем? Собственно, все. Если вопрос про конкретную функциональность, то у нас это происходит всей командой, все участвуют, в том числе тестировщик, дизайнер, все разработчики, которые будут работать над этой фичей. И продукт. И он начинает с проблематики. Но если вообще вернуться вообще на несколько шагов вперед, то, наверное, у нас это как бы доведено до экстремального состояния, когда, в принципе, разработчик понимает, как пофиксив вот этот баг, он повлияет на NPS score, а как NPS score влияет на expansion аккаунтов, а как это влияет на деньги, а как это влияет на конкретную цель компании. Есть такой подход, называется objective key results, OKR. И у нас введен, вот он как раз таки в компании. И мы всегда каждую четверть начинаем планирование с целей компании, четырех, как правило, целей компании, которые часто финансовые, даже местами. Ну вот продуктовая цель компании, пример, это NPS. У нас есть NPS, это net promoter score, в общем-то, то, как пользователь оценивает ваше приложение, нравится оно ему или нет, и будет он шарить с другими или нет. Вот. И это все каскадируется в конкретные цели конкретных команд, в том числе инженерных. И они знают, почему, когда они фиксят 8 медленных endpoints SQL-запросы там, как они влияют на NPS и почему вообще они это делают. А как NPS влияет дальше там на все цели компании. В общем-то, у нас это так каскадируется. Более того, все команды в продуктовых линейках, они принимают решения вот своей продуктовой линейки и генерят идеи, как мы можем законтребютить вот конкретный objective департамента или компании даже в целом. Вот так вот у нас это построено и работает. Так как мы стартап, у нас очень редко бывают проработанные требования. Они могут быть… Ну, то есть вчера придумали, сегодня в спринт кладем. И поэтому, как правило, команда очень сильно вовлечена в том, чтобы эти требования доработать, продумать. У нас есть специальные митинги, груминги называются, я думаю, это стандартная практика на рынке, когда девелоперы очень сильно вовлечены в проработку требований и детализацию их. Также это нечасто происходит, но в принципе команда может заеджектить фичу, если она не продумана, не готова, либо выглядит как-то сомнительно. Вот. Ну, это, наверное, если отвечать конкретно на этот вопрос. Отлично. Как? Ответ подходит? Превосходно. У тебя есть вопрос? Давай тут будет ваш. Привет. У меня есть вопрос. А были ли такие случаи, когда про фича оунер был, ну, как-то у вас цели как не совпадали? То есть ваша цель по этой фичи и фича оунера, и как вы это решали, если такое было? А ваши это чьи? Ну, например, твои, Сергей, да? То есть ты видишь, как эта фича должна развиваться, и фича оунер он уже придумал, и начинает тебе говорить, что ты все неправильно думаешь и лучше сделать вот так. Ну, это прекрасно, что он говорит, что я неправильно думаю, потому что он думает в том числе. Вот, потому что если бы он просто делал то, что я думаю, вот это было бы проблемой. Конечно, таких ситуаций было много, и, ну, тут мы уже приходим к делегации. Скажем так, если ты доверяешь людям, с которыми ты работаешь, а ты иногда должен доверять и, более того, давать им ошибаться, потому что они на этих ошибках они учатся, и в следующий раз они их не сделают, то это, да, такое было и не раз. Вот, и было наоборот. Было наоборот, когда я думал, так, кто-то делал по-другому и получалось намного лучше, и это тоже нормально. Круто. Подходит? Ну, у нас, собственно, все строится на конфликте. Все должно, ну, не то чтобы быть доказано, потому что я считаю, что если люди действительно слепо следуют твоим идеям, это неправильно. Все должны не то, что друг друга доказать, потому что сама по себе демократия, вот такая абсолютная свобода, люди начинают эксплойтить, и она, ну, просто начинаешь тупить, и ничего не можешь сделать. А если она разумная, то есть, в принципе, когда тебя спрашивают, зачем мы это делаем, давай делать вот по-другому, ты такой, действительно, зачем мы это делаем, ну, давай сделаем по-другому, как ты предлагаешь, отличная идея. Все. Просто ты не видел этой возможности, а сейчас увидел. Прекрасно. Еще вопросы зала, может быть? Давайте. Ну, хорошо, давайте я тогда подхвачу. У нас был вопрос. С вашего позволения вернемся немножко назад. То есть, в контексте Флойда, наверное, три года назад, в контексте Пандодок уже около пяти, вот, Киномо, наверное, тоже около трех, я могу ошибаться, когда вас было очень мало. У вас не было еще культуры, как минимум формирования этой культуры, решения конфликтов, диалога, спора, который двигал продукты, решения вперед. Тогда можно было сесть, собственно, за одну пиццу, что-то придумать, быстро проэкспериментировать и отдать на рынок и посмотреть, как она себя поведет. Но люди приходят, ваши подходы, ваши идеи первоначальные уже не совсем хорошо, подходит большому количеству людей, но вам все же, с одной стороны, конфликт того, что культура, которая была тогда, уже плохо масштабируется на большое количество людей. С другой стороны, что нужно придумать что-то новое, что будет, опять же, держать весь коллектив, всю массу людей заинтересованными и вовлеченными. Не знаю, приведите, возможно, примеры вот этого болезненного роста, который у вас был, был ли он? И как вы работали именно с культурой для того, чтобы люди адаптировались быстрее и также перенимали все то лучшее, что вы уже наработали за много лет? Я киному год, поэтому мне сложно говорить за три года назад, но в любом случае мы росли, в любом случае и любой рост болезненный, любой, какая бы культура ни была, она все равно будет ломаться. Если ты приведешь себе целый отдел разработчиков, они быстро с друг с другом договорятся, потому что они работают на одной технологии, и все, и у тебя вот уже кусок, который не работает по этой культуре. Поэтому здесь скорее нужно наблюдать и устраивать людей постепенно, потому что если ты приведешь себе реально новый отдел, он будет, как правило, там люди частично знакомы друг с другом, они как-то работали до этого, у них были какие-то другие принципы. То есть по-любому тебе нужно следить за этими ребятами и говорить, ребят, мы так не работаем, или вот как вы предпочитаете работать, чтобы мы с вами договорились, чтобы вам было удобно и мне было тоже хорошо. поэтому здесь скорее нужно как-то как серф чувствовать, наверное. А был такой момент, когда вот не работает ничего, вот в плане культуры все, перестало работать, нужно что-то новое. Конечно, нужно понимать, разбираться, в чем сейчас случилось, почему перестало работать, почему предыдущие ценности перестали работать. Но скорее это связано с тем, что компания сама по себе взрослеет и ответственности больше. То есть там, когда было что-то более легкое такое, ты ни перед кем ничем не отвечал, все тогда было легче. А когда вот вот теперь вот такой подход принять все решение, он просто не работает. Надо по-другому действовать, иначе кастомер растрадает. Все. И ты просто садишься и говоришь, что нужно что делать. Но есть такая хорошая практика, древние германцы решали важные дела дважды. Один раз пьяными, другой раз трезвыми. Прекрасно. Сергей, Рома. Тут мне кажется, что вообще две части вопроса. И первая часть это про структуру, которая позволяет enable тебе делать что-то на скейле. А второй про культуру. И очевидно, одно от другого зависит, но культура как раз таки есть вот этот вот foundation, который тебе позволяет не растерять твои ценности. И вот эта культура, она самое главное, что она позволяет тебе делать, нанимать правильных людей. Вот тут говорили про то, что там приходит команда и с ней договариваешься, как мы делаем. Мы не нанимаем так. Мы нанимаем только так людей, чтобы они подходили под вот эти вот ценности, под то, как мы работаем. Потому что ломать их, работать и встраивать их в это намного сложнее, нежели чем, когда они заходом приходят и понимают, что мы работаем вот так, и это то, что мы ожидаем, и они разделяют эти ценности. Так намного проще и дешевле по итогу выходит. По поводу структуры, структура менялась, я не знаю, сколько раз уже и будет еще меняться, сколько раз. Мне кажется, скилл компании, он не обязательно под собой понимает, не знаю, выстраивание какой-то елочки, как в классическом менеджменте, какие-то уровни появляются и так далее. Ведь то, что было в маленькой команде, в самом начале стартапа, можно реплицировать на ту же самую маленькую команду, которая будет работать рядом. Вот как их выровнять, чтобы они работали над общей стратегией продукта одинаково и двигали продукт в одну сторону, а не в разные. Вот это уже другая задача. И это задача как бы лидершипа и менеджмента, как все-таки это все выровнять. И мы возвращаемся к ОКР, мы возвращаемся к целям, мы возвращаемся к стратегии продукта, прочему, прочему, прочему. Но это не обязательно выстраивать вот эту вот елку и менять культурные ценности просто из-за роста компаний. Их можно оставлять. Есть масса примеров. Компании еще больше, чем Панадо, которые работают так, Spotify и так далее. Очень много горизонтальных структур, которые дают достаточно высокий уровень свободы в принятии решений и автономии. При этом они как-то выравниваются и двигают продукт в общем направлении. Наверное, как это так. Отлично, спасибо. Рома. Ну, если говорить про культуру, то она есть всегда. Просто она иногда хорошая, иногда плохая, иногда нравится, иногда нет. Иногда помогает решать проблемы, иногда нет. И, наверное, есть три инструмента для того, чтобы формировать культуру. Это поощрение тех действий, которые нравятся, наказание того, что не нравится и найм людей, которые… Но мы, по крайней мере, я стараюсь в компании нанимать людей так, чтобы они не один в один подходили в нашу культуру, а обогащали ее чем-то. То есть приносили что-то новое. И, соответственно, найм людей – это тоже такой очень большой драйвер культурных изменений внутри компании. Вот. Ну и про скейлинг, да, то есть я думаю, мы, как и многие компании на рынке, как Spotify, как Panda и так далее, стараемся строить не архические структуры, а мини-стартапы внутри компании. Соответственно, там работают те же принципы, что работали на маленьком скейле, когда нас было совсем мало. Отлично. Спасибо. Неопределенно импонирует молодой человек. Он задает вопросы. Вы мне тоже импонируете. Тоже задаете. Благодарю. Такой вопросик. Вот как раз культура про скейлинг. Количество митапов, количество митингов, там ежедневный 15-минутный митинг, еженедельный часовой. Менялось ли это количество, есть ли корреляция между со скейлингом командой, ну что, знаете, сразу не хватает, ну часто бывает так, сразу нет митингов большого количества, команда выросла, чувствуется нехватка оседомленности команды, начинается большое количество ежедневных митингов. Потом три дня дают девелоперам без митингов. Все девелоперы кричат, как выросла их производительность. Это очень круто опять без митингов. И вот это, на каком вы сейчас этапе и со скейлом, вот с ростом числа человек менялась вот культура насчет вот этих митингов, и там ежедневные, еженедельные убрали там. Спасибо. Мы на вот этом. Мы тоже экспериментируем много, пока их достаточно много, я бы сказал. Но, во-первых, мы даем это наутку командам все-таки, и то, как они у нас располагаются внутри офиса, они сидят вместе. Не обязательно, не знаю, делать официальный митинг, они всегда могут поговорить вместе, когда это надо. Вот. У нас есть какие-то точки, на которых мы собираемся более-менее официально, если это демы. Вот. У нас есть несколько таких общих митингов, типа манды и демы, на котором все команды презентуют вообще, что они делают. Там за неделю, за две они питчат какие-то свои идеи. Вот. У нас есть all hands, который общий, ну, и у каждого там есть свои какие-то митинги. Я не думаю, что у девелоперов крайне много митингов, но их число возрастает на этапе планирования четверти, потому что когда все выравниваются между друг другом, им что-то нужно там обсудить или обговорить, как это будет работать, вот там количество вырастает. Мы экспериментируем с этим. Каким образом мы экспериментируем с этим? Мы пытаемся выносить это в такой асинхронный вид, в асинхронный вид апдейтов в слэке, когда люди просто их предоставляют и пишут, что они там делали и что они делают. И за счет этого, это было привнесено нашей девопс-командой, вот, и оно как-то так распространилось по всей организации. Ты иногда заходишь в канал и просто можешь почитать реально, что там происходит в этой команде, вообще тебе не надо идти на митинг. И ты более того можешь это сделать в то время, когда тебе это удобно. Вот это крайне важно. Иногда, когда ты едешь на работу либо с работы, вот, ты всегда аптодейт. Мы пытаемся, ну, вот, экспериментировать с этим, как же сделать так, чтобы распространение этой информации шло в асинхронном режиме и ты потреблял ее тогда, когда тебе это удобно, а не тогда, когда это запланировано во времени. Но есть еще куда расти. Я думаю, что любой митинг, цель любого митинга это проинформировать одних людей о какой-то информации от других людей. Соответственно, для того, чтобы митингов не было, нужно, чтобы одни люди сами рассказывали естественным образом, а вторые слушали естественным образом. Если этого нету, значит, нужно встречаться, заставлять их одних говорить, а других слушать. То есть, в принципе, сами митинги возникают тогда, когда есть отсутствие информации. Это просто реакция на это. Реакция на то, что люди не говорят друг с другом. Все, поэтому, ну, поверьте, менеджеры тоже страдают от митингов еще больше, потому что иногда бывает целый день, за целый день ты просто мечтаешь просто сесть поработать, а ты вынужден сидеть на митингах, и при этом команда тебя упрекает, если ты уставился в телефон, ну, чтобы решить какие-то свои вопросы, тоже там ответить на какое-то письмо. То есть ты вынужден постоянно быть включенным, и это тоже напрягает. Но, по сути, если люди, команда маленькая, люди разговаривают друг с другом, митинги вообще не нужны. У нас много разных команд, они все реально разные, разные по культуре, по каким-то своим особенностям. Есть команды, в которых реально митинги самое последнее дело, потому что они постоянно друг с другом разговаривают. Если есть команды, которых нужно реально, хоть они рядом сидят, их нужно реально постоянно синхронизировать. Они только на митинге слышат друг от друга, что каждый из них сделал, и что друг от другого ждет. Поэтому здесь скорее важно научить людей разговаривать друг с другом, и тогда количество митингов и тайм, который нужно на эти митинги, просто уменьшится. И еще есть, насколько я знаю, есть отличная команда, я уже не помню, как это называется, которая придумала бота, который проводит митинги в Slack. Офигенная штука сама по себе. Это просто вот как раз тему того, что синхронности митингов. Рома, может у тебя что-нибудь? У нас не так много обязательных митингов. Плюс есть всякие правила в духе, что с любого митинга можно уйти, если ты не чувствуешь, что ты приносишь пользу. Обязательные митинги это там стендапы, пленнинги, и то он на уровне команды. Ну и плюс цель каждого митинга это решить какую-то проблему, то есть, наверное, самый простой способ избавиться от митингов, это научиться решать проблемы по-другому. Например, вот там через, ну в Амазоне очень любят писать, например, какие-то документы и просто их рассылать. Можно в Slack переписываться, можно в коде, в межреквестах и так далее. То есть, в принципе, ну это просто инструмент решения проблем, и он не единственный. Их очень много, их надо использовать. Да, спасибо. С одной стороны, мы не уйдем от митингов, с другой стороны, может быть, не знаю, один лайфхак, как можно сократить длительность скорее. На что обратить внимание для того, чтобы сделать вместо часовых, двухчасовых посиделок ту вещь, когда можно решить, что это за 15 минут? Ну, я стараюсь пользоваться таким правилом, что митинг больше часа в принципе не должен существовать. То есть, если он час, то мы всех разработчиков разгоняем и менеджеров тоже. Но лайфхаки – это просто букать митинги на поменьше, потому что, не знаю, есть какая-то корреляция прям. Если букаешь митинг на 15 минут, то обычно он 15 минут и длится. Если букаешь на час, то почему-то он час и длится. А время можно в принципе выбирать, когда букаешь его, ну и думать об этом. Ну и плюс еще очень спасает маленькое количество митинг-румов. То есть, в принципе, когда тебе приходят и выгоняют из митинг-рума, это тоже такая в себе, тоже лайфхак, можно сказать. Я могу поделиться, как вообще сократить количество митингов. В принципе. Заставить писать агенду на митинге, потом фллоуап после него. И сразу количество митингов падает стремительно, потому что, во-первых, для того, чтобы сформулировать свои мысли и написать агенду, что ты хочешь там решить, и какой результат ты ожидаешь от этого митинга, это уже эфорт. И если он сделан, то скорее всего этот митинг будет продуктивным. Более того, он поможет тебе идти вот по этой агенде и решить то, что ты хочешь. А фллоуап – это еще один эфорт, который тебе нужно сделать после митинга, обязательный. Мы, конечно, внедряли это, не прижилось, но помогает. Наверное, жестить по агенде нужно. То есть, если агенда есть, значит, на нее нужно соблюдать и стараться, как только кто-то уходит в какую-то сторону, пускай это же важно, говорить, отдельный митинг, пожалуйста, разговаривай на эту тему. Ну, опять же, если люди уходят в сторону, значит, у них есть потребность выговориться и что-то рассказать друг другу. Поэтому здесь нужно как-то подумать, как они общаются в другое время. Ну, жестить по агенде, действительно, фллоуап их хорошо. И всегда заставлять не ходить на митинги без агенды. Неизвестно, что я туда пойду, я вдруг пользу не принесу, поэтому лучше не ходить. Прекрасно. Спасибо. Насколько я понимаю, был вопрос из зала, если можно. Последний, и надо уже заканчивать. Да? Вот скажите, вот смотрите, стартап это, ну там, 10 человек занимаются общей идеей, у них общая заинтересованность. Когда он растет, он превращается уже в компанию, это уже становится 100 человек, да, появляются отделы, появляется вот вся структура там и так далее. Как вы сохраняете заинтересованность людей в дальнейшем продолжении и участии в разработке, сохранении вот этого, вот знаете, движения вперед, что каждый там через 5 лет, он условно все равно будет привносить такой же импакт, а может и больше. Я думаю, что с момента, вот когда это было 80 человек, они уже как минимум начинают получать деньги. Нет, не денежный запрос. Тут именно не в нем. Нет, я понимаю, о чем вы? Здесь, мне кажется, что если, то есть в стартапе самое главное, что ты видишь результат, быстро видишь результат, ты сделал что-то, видишь результат любого своего действия. То есть каждый, вот ты как в маленькой лодке, ты сразу идешь, а что ты не гребешь-то? Ну и каждый гребет, и каждый приближаешься к цели. А когда большая лодка, ты пойми, вот это не гребет, а надо ему грести, не надо, ты не знаешь, как бы, а действительно ли, как бы он должен вот именно вот это делать, чем он занимается? Ты не понимаешь. Это вот как, не знаю, вот в маленьком дворе, когда ты растешь, у тебя каждый родитель, твой воспитатель, а когда ты живешь в большом городе, то идет мальчик курит, ну и что, курит и курит. Ты не знаешь, что он должен делать вообще сейчас. Но здесь скорее вопрос просто в том, что вот скажем, вот когда разработчиков мало, они вот, каждый привносит и видит свой вклад в продукт. Когда разработчиков уже много, появляются отделы там и так далее, люди уже не видят и не хотят, скажем, так же сильно вливаться в этот продукт, так же сильно в него вкладываться по силам, по эмоциям. Потому что, когда это стартап, ты фигаришь, что 15 часов и тебе классно. Когда это компания, ну 8 часов и, пожалуй, я пойду на ужин домой. Ну, здесь придумывать цели за людей очень сложно. Опять же, ты можешь дробить свой результат на какие-то части и каждый из них деливерить по отдельности, и каждый обозначается как вклад. Но если это в любом случае, когда 100 разработчиков делает один продукт, у них доля 1% в этом результате. А когда ты делаешь пятером этот продукт, у тебя доля 20%. 20% драйвят гораздо больше, чем 1% в любом случае. Поэтому здесь, или как бы ты говоришь, что вот эта часть, это как отдельный продукт, то есть ты сразу говоришь, что у нас 100 человек, и каждая команда по 10 человек деливерит вот этот продукт. И у них уже раз, и у каждого 10%. Эта доля должна быть заметна. Все должны замечать, журналисты, например, еще кто-то. То есть все же как бы, опять же, жаждут какой-то фидбэка от мира, от руководства, от журналистов, блин, от кого угодно, от друзей сказать, о, круто, что ты это делаешь. А когда ты 1 из 100, ну, тут сложно. Не, но вы же заинтересованы именно в том, чтобы дальше привносился такой импакт от человека. Так он же начинает, ну, это постановка какой-то искусственной цели. Здесь просто нужно смириться с тем, что они, ну, как бы будут такие. Ну, невозможно сделать стартап из 100 человек, чтобы вот каждый вот, ну, я не знаю, мне кажется, это нереально. Может быть, есть парни дополнения. На самом деле, очень хороший вопрос и очень сложный вопрос. И вот мы на самом деле, да, мы начинаем… Я вообще не знаю, что такое определение стартап и компания. Для меня это всегда очень сложно. Но когда мы начинали в свое время компанию, мы для себя поставили такую цель, что мы хотим учиться. Мы хотим учиться, потому что мы делаем это первый раз и все, что мы делали дальше, это было в принципе обучение. Отвечая на ваш вопрос, если ты даешь людям возможность развиваться и учиться в контексте большей компании, но потрогать такие вещи, которые они не могли бы потрогать в стартапе, потому что, о чем я говорю, о скейле, о понимании бизнеса, о том, как вообще работает стратегия продукта, когда они видят. И мы компания транспарентная. У нас все знают все. Про наши цифры, про то, как мы зарабатываем, про то, где мы перформим нормально, где мы не перформим нормально. И мы вот свое время поставили для себя цель, чтобы мы растили людей внутри, которые могут делать компании. Дальше. И пока статистика. Три выпускника, которые сделали компанию. Женя и Евгений, я думаю, вы с ним знакомы, который занимался маскарадом и продал его в фейсбуку. Он занимался же сплитметрикс, Макс Каменков. Это тоже. Мы с ним работали. Вот. Леша Крученок, он занимается 80 days me, если я не ошибаюсь. В общем-то, это наша цель. И на скейле это сделать можно. Как мотивировать вообще людей, чтобы они видели свой результат? Во-первых, на мой взгляд, вот эта вот горизонтальная структура, она позволяет тебе чувствовать свой вклад очень-очень хорошо, потому что цепочка небольшая, первое. Второе. При изоляции продуктовых линеек, когда ты делаешь там продукт, он очевидно растет. Когда ты делаешь командой в 5 человек, он маленький. Когда ты делаешь командой в 100 человек, это на самом деле 15 продуктов внутри. И у каждого продукта, очевидно, он связан в какую-то общую платформу. У него есть свои метрики, у него есть свой успех, у него есть то, как он влияет в целом на продукт. И вот через это ты чувствуешь свой вклад. А более того, ты чувствуешь свой вклад через вот эти цели и у Киар, как ты влияешь на компанию, особенно когда ты знаешь эти цели. И как мотивировать людей, это неимоверно сложно, потому что иногда они не понимают, куда двигается компания на скеле. Они не понимают, как это все будет развиваться. И вот моя задача в том числе, чтобы цели компании и цели продукта, стратегия, было очень понятно, куда мы двигаемся, как мы идем. Почему мы делаем вот эту часть? А потому что через 5 шагов у нас будет вот это. И тогда ты начинаешь чувствовать свой вклад. Почему ты там фиксив SQL, еще раз вернусь к этому примеру, ты там повышаешь NPS. Это невероятно сложно, но этого можно добиться. Вот. Тут на каждый вопрос можно реально сделать отдельную панель. Согласен. Я согласен с Сергеем. То есть построение условно-плоских компаний с маленькими командочками, которые отвечают за подпродукты, очень сильно помогает. Очень сильно помогает прозрачность. И также очень важно как бы знать, какую проблему ты решаешь для мира. То есть в плане флоу мы очень такой, как бы у нас очень большой social impact. То есть может быть одна фича, там определение какого-нибудь заболевания или еще что-нибудь, оно меняет жизни многих людей в мире. Ну, там сотни тысяч, иногда миллионы. Поэтому я думаю, что это очень сильно мотивирует наших разработчиков. И в принципе, когда мы нанимаем людей, мы смотрим на то, что их мотивирует. И, ну, это не всегда, конечно, там social impact, иногда это технологии, иногда это еще что-то. Но в принципе очень важно иметь мотивированных людей. И мотивацию для людей не придумаешь, они ее… Ну, она внутренняя всегда. Но в принципе какие-то вещи, типа там опционов и так далее, тоже очень сильно помогают. Отлично. Спасибо. Что ж, есть для вас вопрос, уважаемая публика. Вы узнали что-нибудь новое, либо не новое, вы уже об этом знали, но было ли вам интересно? Можете ли вы… Ну, я ожидал, это будет чуть-чуть громче. Отлично. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы, во всяком случае, если не ответили на все ваши вопросы, как минимум закрыли часть из них. При этом я хочу вас попросить поблагодарить вновь людей, которые участвовали в этой сессии вопросов и ответов, хотя это больше получился круглый стол на вольные темы. Роман, Сергей и Виктор. Я абсолютно не знаю, что делать дальше. Да, спасибо большое, Кирилл, спасибо большое, Паше, за то, что были на этой конференции, помогали людям, которые сюда пришли, получают свои знания. Мне, если что, можете потом сказать спасибо. Вот. Спасибо. Передаю слово. Спасибо, Энди. Вот и подошла к концу наша конференция. Мы бы хотели поблагодарить всех вас, что были с нами, всех наших партнеров, всех спикеров. Я бы хотела пригласить на сцену. И я бы хотела пригласить на сцену Леру, которая, в общем-то, сделала всю эту конференцию. Давайте ей похлопаем очень сильно и скажем спасибо. Подходите на сцену вся команда Спейси, волонтёры. Мы приглашли по��. Мы приглашли всем на сцену. Ой, я попрошу русскую. Если вы теперь здесь, así как-то все еще. Я не стану громко. И. Мы бы хотели сделать джемлю реакции с тем, кто еще сейчас здесь. И еще раз по-русски. В общем, давайте собираться возле сцены для группового фото. Все смотрим на Машу. Все-все сюда вообще без исключений. Все партнеры, да, все сюда, все на сцену. Спасибо.